Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Ну вот, к сожалению, мы в этом году опять на расстоянии, но очень надеемся, что когда-нибудь встретимся с вами очно. Ну, а моё сообщение будет касаться олигонатистатического рака молочной железы. Я, наверное, в меньшей степени буду говорить о клинике и диагностике, поскольку, на самом деле, особых каких-то различий по сравнению с обычными, привычными для нас клиническими формами здесь нет. И первое, что мне хотелось бы сделать, задать аудитории такой исходный вопрос. Считаете ли вы оправданным проведение локальной терапии при олигонатистатическом раке молочной железы? Под локальной терапией я понимаю в данном случае и терапию локальную, направленную на лечение первичного очага, и локальную терапию, направленную на лечение метастатических, единичных метастатических очагов. Вы не считаете это возможным вообще, считаете возможным в исключительных случаях, например, в виде санкционной мастектомии, либо Вы считаете это возможным у отдельных больных с особо благоприятным прогнозом, или у всех больных в удовлетворительном общем состоянии. Я прошу аудиторию проголосовать. Больше всего 54% да у отдельных больных с признаками благоприятного прогноза при эффективной лекарственной терапии. Спасибо. Ну, немного общих вопросов, как обычно, и с таким немножко историческим ракурсом. Вообще этот термин впервые появился, как свидетельствуют данные литературы, в 1995 году, и авторами были Хельман и Вистельбаум. И они рассматривали вот этот олигонетастатический процесс как некую промежуточную стадию между локализованным и метастатическим заболеванием. То есть это некая такая ступень промежуточная в развитии, в прогрессировании заболевания. И, собственно, из названия следует, что олигонетастатическое заболевание, ну, в данном случае рак молочной железы, это ситуация, при которой мы фиксируем мало метастазов. Но здесь возникает вопрос, может быть, мы просто слишком рано обследовали больную, и большое количество метастазов ещё не успело образоваться у неё, либо это вопрос к чувствительности методов обследования, потому что известно, что мы обладаем методами более или менее чувствительными. Поэтому вот все эти нюансы, как бы они имеют место быть в трактовке олигонетастатической болезни. Но по мере того, как эта проблема стала изучаться, оказалось, что истинный олигонетастатический процесс — это вообще-то генетически детерминированное заболевание, имеющее свою уникальную сигнатуру с определёнными какими-то генетическими стигмами, которые именно определяют существование олигонетастатического процесса в течение длительного периода времени. То есть, иными словами, вопрос о том, в какие сроки мы обследовали больного, здесь, в общем-то, не особо уместен. Но эта ситуация не такая частая. По данным различных авторов, это от 1 до 10% всех случаев раку молочной железы. Хотя вот по сообщениям клинических исследований, ну, как мы знаем, отбор туда более строгий, тщательный, сообщается о том, что до 50 больных в клинических исследованиях имели не более 2 метастазов. Но чёткого определения как такового нет. Как правило, считается, что если не более 5 метастазов, при этом не обязательно в одном органе, имеются у больного, то мы можем говорить о более генетистатической болезни, но при этом не учитывается тот самый интервал без заболевания, ну, если было первичное лечение, о котором вот я уже сказала выше. Хотя этот критерий, на мой взгляд, является важным. Одно дело — это 2-3 месяца, другое дело — это годы, на протяжении которых сохраняется олигометастатический процесс. Ну, и почему мы, собственно, выделяем сегодня такую форму заболевания? Потому что эти больные всё-таки являются потенциальными кандидатами для локального лечения, ну, с достижением, возможно, полной регрессии. Но, в принципе, я, например, не исключаю, что у отдельных больных это может быть и из лечения. На самом деле исследований, с одной стороны, много, но, с другой стороны, они все такие очень небольшие, с теми нюансами, которые присущи ретроспективным исследованиям, потому что в основном это ретроспективные исследования. Ну, и вот коллектив авторов предпринял систематический обзор 20 исследований и выделил факторы, которые статистически значимо оказались ассоциированными с прогнозом, так называемые положительные прогностические факторы при олигометастатическом раке молочной железы. И вот посмотрите, какие же были эти факторы. Ну, во-первых, количество метастазов. Оказалось, что один метастаз – это лучше, чем больше одного. Вот очень важный, мне кажется, безрецидивный интервал между первичной опухолью и рецидивом, который составляет больше 24 месяцев. Положительные рецепты эстрогенов. Отрицательный HER2 статус, но здесь нужно оговориться, что работы, которые были включены в данный анализ, были, так сказать, проведены до эпохи анти-HER2 терапии, и больные в них не получали анти-HER2 терапию. Кроме того, это отрицательные лимфатические узлы в момент первичного хирургического лечения. Но, возможно, это связано с тем, что всё-таки при положительных лимфоузлах чаще назначается химиотерапия, и она каким-то образом может влиять на последующую, так сказать, влиять на качество последующих метастазов за счёт планальной селекции. Но, в самом случае, такое предположение авторами высказывалось. Но вот в этих во всех работах не анализировалась роль эффективности системной терапии. Но, тем не менее, выделены очень важные и значимые прогностические факторы. Основной вопрос, который нас заботит как клиницистов, это всё-таки вопрос, с которого, собственно, мы начали. Оправданно ли при олигометастатическом раке молочной железы локальное лечение? Причём мы должны понимать, что локальное лечение мы можем предпринимать в отношении метастатических очагов, например, в печени, в лёгких, в головном мозге, в других органах. И локальное лечение первичной опухоли, если на момент диагностики у пациентки имеется первичный метастатический процесс, но по количеству метастазов он подпадает под категорию олигометастатического процесса. Ну и сразу скажу, что сегодня, конечно, локальное лечение метастатических очагов, оно в значительной степени стало проще, легче, потому что появились новые технологии лучевой терапии, которые позволяют очень точно облучать отдельные опухолевые очаги в различных внутренних органах. Но исторически, конечно, первоначально локальная терапия метастазов — это в основном было хирургическое удаление. И эти исследования представлены сериями ретроспективных работ, которые, понятно, имеют определённые, так сказать, ошибки, поскольку, естественно, в группы больных, которым предлагалось хирургическое удаление метастазов, конечно, включались, по всей видимости, пациенты более сохранные, с меньшим количеством метастазов. И вот вы видите, я привела в качестве примера одну из работ, в которой показано, что хирургическое удаление метастазов лёгких положительно влияло на прогноз, только в том случае, если удавалось выполнить полностью резекцию этих очагов, и таких было больных гораздо больше в этом исследовании, 392, а больные, у которых не удавалось выполнить технически полную резекцию, они жили гораздо хуже. И вторая работа в правой части слайда, она демонстрирует результаты стереотоксической лучевой терапии при олигоноксистатическом процессе, и здесь проанализированы результаты жизни больных, у которых были только метастазы в костях, и эта группа, вы видите, жила значительно лучше, чем пациенты, у которых имелись метастазы других локализаций. Но, как я уже сказала, безусловно, на основании этих работ мы не можем сделать каких-то серьёзных выводов для нашей повседневной клинической практики, поскольку все эти исследования являются ретроспективными. Что касается локального лечения первичной опухоли при олигоноксистатическом раке молочной железы Денова, то здесь ситуация несколько лучше, потому что, как минимум, мы сегодня имеем результаты трёх рандомизированных исследований. Вот два из этих исследований представлены на данном слайде. Первая работа — это доктор Бадвей из Индии, который сравнил две группы больных, получавших и не получавших локальное лечение по поводу первичной опухоли. Вы видите, что во всей группе различий он не выявил. Но больные, у которых проводилось локальное лечение первичной опухоли, лучше жили без местного рецидива. А вот выживаемость без отдалённого прогрессирования, наоборот, больные, у которых не было локорегионарного лечения, несколько лучше кривые расходятся после 12 лет. Вы видите, что они жили лучше по сравнению с теми больными, у которых локорегионарное лечение было. Но, может быть, было потеряно какое-то время на локорегионарное лечение, больные не получались системной терапии, но можно только предполагать это. И другое исследование доктора Саран из Турции, который показал диаметрально противоположные результаты. В его исследовании пациенты, у которых проводилось локальное лечение первичной опухоли, вы видите, что кривая выживаемость следительствует о более благоприятном прогнозе этих больных. Но если мы посмотрим на характеристику больных в этих исследованиях, о которых я только что сказала, то мы, во-первых, увидим, что популяции больных были разные. В исследовании БАДВЕ, где не было получено различий между сравненными группами, большее количество больных, большая доля больных имели рецепторы отрицательной опухоли, и меньшее количество больных имели метастазы только в костях. А вот если проанализировать отдельно работу Сарана, в которой показано всё-таки преимущество в группе больных локорегионального лечения, то мы увидим даже дисбаланс между группой хирургического лечения и группой без хирургического лечения. Вы видите, вот в этой таблице я основные данные привела. В группе хирургического лечения большая часть больных имели солитарный метастаз в костях, то есть один метастаз в косте. Меньший процент больных имели висцеральные метастазы, и гораздо меньший процент больных имели тройной негативный фенотип. Поэтому однозначно трактовать это исследование как исследование с положительными результатами тоже, наверное, будет не совсем верно. Ну и, наконец, одно из последних исследований, которые были доложены на конференции АСКО прошлого года, это исследование Е2108. Ну вот здесь очень так схематично представлен дизайн. Больные с 4 стадии рака молочной железы регистрировались, получали всю необходимую системную терапию, назначаемую на основании иммунофенотипа. И те больные, у которых в течение 4-8 месяцев лечения не наблюдалось прогрессирование, дальше рандомизировались на две группы. Это продолжавшие системную терапию и получавшие локальное лечение. И дальше следовало наблюдение. И давайте посмотрим на результаты. Ну и вы видите, что общие результаты в сравниваемых группах абсолютно идентичны. Никаких различий ни в общей, ни безрецидивной выживаемости авторам выявлено не было. И вот меня, например, заинтересовали данные подгруппового анализа в зависимости от подтипа рака молочной железы. Вы видите, что в подгруппе гормонозависимого HER2 негативного и HER2 положительного рака молочной железы различий не было. А вот в группе тройного негативного рака молочной железы больные, которые получали локальную терапию, жили хуже по сравнению с теми, которые продолжали системную терапию, начатую в самом начале. Я могу предположить, опять же таки, потому что никаких, так сказать, объяснений этому в том сообщении, которое доступно мне было для анализа, я не нашла. Но могу предположить, что для тройного негативного рака молочной железы, который, как вы знаете, течёт очень быстро, стремительно, возможно, вот тот перерыв лечения, который выделялся для проведения локальной терапии, и, возможно, в этот момент приостанавливалась химиотерапия, может быть, это могло каким-то образом повлиять на перспективы, на прогноз для этой подгруппы пациентов. Как освещается этот вопрос в рекомендациях? Ну вот я нашла небольшой фрагмент в рекомендациях НССН, которые рекомендуют у больных метастатическим раком молочной железы рассматривать хирургическое лечение после инициальной системной терапии. И основной целью такого лечения увидится уменьшение выраженности симптомов или возможных осложнений, ну, например, изъязвления, кровотечения, боли. И в целом рекомендуется предпринимать такие вмешательства только в том случае, если есть полная уверенность в возможности полного удаления опухоли и отсутствуют какие-то угрозы для жизни со стороны других проявлений болезни. При этом, так сказать, обращается внимание докторов на то, что альтернативой хирургическому вмешательству в подобных ситуациях вполне может быть лучевая терапия. Ну и констатируется тот факт, что, безусловно, необходимы дополнительные данные более тщательно спланированных клинических исследований, которые должны оценить соотношение рисков и пользу локальной терапии у больных с четвертой стадии ракомолочной железы. Но здесь отдельно не обозначается, что речь идет о боли-гометастатической болезни. И рекомендации констатируют, что имеющиеся сегодня данные не позволяют широко рекомендовать локальную терапию, будь то хирургическое или лучевое лечение, которое, между тем, может обсуждаться у отдельных больных с эффектом системного противопухолевого лечения. Но в подобных случаях план обязательно должен обсуждаться с пациентом, и пациент должен быть информирован о том, что, скорее всего, локальная терапия не приведет к его излучению. Поэтому, на мой взгляд, лечение больных олигометастатическим раком молочной железы – это, безусловно, всегда индивидуальный подход. Мы не можем сегодня сформировать какие-то четкие рекомендации, Поэтому здесь остается, конечно, полагаться на мастерство врача. Но в любом случае, мне кажется, для отдельных больных мы должны помнить о том, что это может быть реализацией программы их радикального лечения, но при этом должны участвовать абсолютно все специалисты, и они должны быть готовы проводить все виды лечения, в котором нуждается данный пациент. Ну и на самом деле я решила повторить тот вопрос, который мы задавали аудитории в самом начале, и узнать, изменилось ли каким-то образом мнение аудитории относительно оправданности проведения локальной терапии при олигометастатическом раке молочной железы. Давайте проголосуем и сравним данные. Выбор непростой. Марина Месс, насколько я понимаю, вот вы обращались в самом конце к рекомендациям НССН, которые в большинстве случаев предлагают четкие абсолютно алгоритмы. Здесь такого нет. Ну и по всей видимости... Не увидела. Да, четкого алгоритма я не увидела. С одной стороны написано, что вроде это большого смысла не имеет, но с другой стороны это не запрещается категорично, и нам это все-таки дает какую-то вот такую лазейку для того, чтобы у отдельных больных с особо благоприятными признаками прогноза и минимальным распространением все-таки пытаться поэтапно воздействовать на различные очаги. И я повторюсь, сейчас это становится несложным благодаря развитию всяких разных стереотоксических методик облучения. То есть, скажем так, потребность в сложных хирургических вмешательствах в данном случае нет такой потребности. Это нам существенно облегчает жизнь терапии этих больных. Ну, еще такой вопрос. А, допустим, если мы локализационно, по каким-то отдельным, допустим, только метастазы в кости, могут быть такие рекомендации? Потому что здесь более-менее четко, мы знаем более-менее благоприятные прогнозы. Мне кажется, да. Мы всегда обсуждаем на наших центрах компетенции таких больных. Мы все-таки стараемся дать максимально возможное им лечение, включая и удаление первичной опухоли, и обязательно потом обсуждаем с радиологами локальную терапию на те отдельные зоны метастазов в костях. Ну, в надежде, конечно, может быть, на излечение, ну, или, во всяком случае, на обеспечение длительной эмиссии, безусловно, вкупе с системным, максимально, возможно, эффективным в данной конкретной ситуации лечением. Мне кажется, что вот у отдельных больных это все-таки оправдано. Такой шанс мы должны им дать. Обсудив, безусловно, с ними все, так сказать, за и против. Спасибо большое. И готовые результаты. Да, интересно очень. Первый ответ — 3%. Второй — да, в исключительных случаях 22%. Третий вопрос — да, у отдельных больных с признаками благоприятного прогноза при эффективности лекарственной терапии 58%. Да, у всех больных в удовлетворительном общем состоянии 17%. Ну, то есть тенденция осталась такая же, как я понимаю, да? Ну, там 62% было, но 58%. Ну, во всяком случае, примерно так же. Ну, на самом деле, я думаю, что результаты говорят о том, что аудитория, во-первых, информирована об этой проблеме, потому что мой доклад серьезно не изменил мнение докторов. Вот. И приятно все-таки, что значительная часть докторов такой вариант лечения считают возможным у отдельных больных. Вот я абсолютно согласна, если бы я голосовала сама, то я бы, наверное, выбрала из своих вопросов пункт номер 3. Поэтому присоединяюсь к большинству. Большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...